Всем привет! Из Грузии я успешно вернулся, полон сил и настроения, так что можем продолжать подготовку к следующему уже экзамену, экзамену 102, пределу сертификации LPIC1. Тема 105.1 у нас называется «Настройка использования командной оболочки». Мы, как договорились к предыдущему экзамену с вами по Linux, экзамену 101, мы уже немножко затрагивали эти вопросы, сейчас рассмотрим их поглубже. Я разбил занятие на несколько частей, чтобы легче было это все воспринять. Напоминаю, вес 4, это значит, сколько вопросов по этой теме может вам встретиться, если вы все-таки действительно решите сдавать экзамены LPIC. Вдруг вы не для себя готовитесь, а хотите бумажку получить. Так вот, мы должны в результате занятий серии буквально из трех-четырех занятий, когда будем разбирать тему 105.1, разобраться, как настраивать под себя оболочку и работать с пользовательскими профилями. У нас, видите, ниже написано перечень того, чего мы должны учиться делать. Сейчас мы с вами просто давайте, наверное, поговорим немножко о том, что такое оболочка. Я слайдами шелкать не буду. И, наверное, еще успеем понять, где что у нас находится и для чего оно нужно. Ну, заодно структуру каталогов для новых пользователей тоже ею поуправляем. Значит, командная оболочка у нас в Unix, это, иначе может быть название у нее такое, Shell, это командный интерпретатор, который у нас используется во всех Unix-подобных операционных системах. А оболочек у нас огромное количество. Давайте я вам в описании видео к Ютубу на Ютубе дам, наверное, ссылку на сравнение этих оболочек, есть на Википедии хорошее. Мы с вами будем говорить об оболочке Bash или Born и Gain Shell. Это, наверное, самая распространенная популярная оболочка, Unix-овая, которая используется по умолчанию практически во всех дистрибутивах Linux. Есть еще много различных оболочек, всяких Z-шеллов, S-шеллов и так далее. Мы будем говорить сегодня конкретно о Bash. Значит, все, о чем мы сейчас будем говорить, оно справедливо для большинства дистрибутивов Linux. Поправочку на Ubuntu я тоже внесу. Значит, у вас есть слайд по профилям. В слайде есть такой, вы видите, сиреневенький прямоугольнички, который начинается с tilde. Tilde это сокращение, которое используется для обозначения домашней папки пользователя. То есть, чтобы целиком написать home, имя пользователя и так далее, ставится tilde. И слайдик у нас заодно получился покороче. Значит, что это все значит? Сейчас я тут вам проговорю, после чего полезем в Ubuntu и на ней посмотрим. Значит, есть такая папочка у нас, etc, и в ней есть файлик профиль. Профиль, там лежат у нас настройки глобального профиля. Это такой профиль, который будет применяться для всех вообще пользователей, которые запускают командную оболочку. Он нужен много для чего, но прежде всего он грузит все, что находится у нас в папке etc.profile.d, слева вы видите, и настройки глобального пользователя. Он также грузит, они у меня находятся справа. Видите, два файлика, которые говорят в папке etc. Это bash.bash.rc и bash.rc. Значит, такие полумесяцы. Это я не стал заморачиваться в видео, это такое подобие фигурной скобки. Значит, что они значат? Файл etc.profile, он ищет в папке etc. или файл bash.bash.rc, или если его нет, bash.rc просто. Потому что в разных дистрибутивах это могут быть разные файлы. То есть он смотрит, что из них есть и использует то, что он нашел. С этим, я думаю, понятно. etc.bash.bash.rc или просто bash.rc, который лежит в папке etc. Это точно так же настройки глобального пользователя. Условно говоря, в документации по Linux написано, что если у нас запускается такой инициализационный скрипт при входе в систему, то есть если пользователь входит в систему, у нас отрабатывает левая часть слайда. Если запускается оболочка вне контекста входа пользователя в систему, может быть, пользователь уже войдя в систему запускает эту оболочку, или оболочка запускается тоже как-то без входа пользователя в систему, то отрабатывает правая часть слайда у нас. Значит, если пользователь все-таки залогинился в систему, то помимо того, что у нас отрабатывает глобальный профиль и папка etc.profile.d, После этого у нас начинается проверка на наличие в домашней папке пользователя следующих файлов. Точно так же через полумесяцами они в серийных слайдах. Это bash-профиль, bash-логин или .profile. Опять же, в разных дистрибутивах Linux по-разному могут называться вот эти вот уже локальные профили пользователя. Соответственно, в Ubuntu у нас есть файлик .profile, и этот файлик .profile просто ссылит на файлик .bashrc, который также лежит в домашней папке пользователя. То есть у нас по порядку интелляционный скрипт ищет сначала файл .bash-профиль, если его нет, то bash-логин, если его нет, то .profile. Точка у нас, напоминаю, обозначается скрытый файл, но это мы сейчас в Ubuntu посмотрим. И еще раз, чтобы закрепить это вам в голове, оранжевый баш-рc, который лежит у нас, вы видите, в домашней папке пользователя, это настройки конкретно этого пользователя. То есть это настройки оболочки под именно него. Файлик .bashrc, который у нас находится выше, в голубой папке .etc, это настройки глобального пользователя, то есть это настройки, в принципе, для всех пользователей. Суть этого всего процесса. Bash у нас вызывается как интерактивная оболочка входа в систему. Сначала она вызывает команду из файла .etc.profile, если этот файл существует. После этого файла она начинает обрабатывать файлы bash-профиль, если его нет, то bash-логин, если его нет, то .profile. И еще тут на слайде этого нет, но в той же самой домашней папке пользователя есть еще файлик bash-логаут, то есть при выходе системы отрабатывает файл bash-логаут. И еще раз подчеркну, левая часть, правая часть. Это так сходу тяжело запомнить, лучше самому руками побегать по Ubuntu и понять, как это все работает. Но мы это сейчас сделаем в пределах двух ближайших уроков. Так вот, когда запускается интерактивная оболочка, но не для входа в систему, bash читает и исполняет команды из файлов .etc bash.bashrc и домашний файл bash-рc, если он существует. Я бы вам рекомендовал, наверное, сделать, сейчас отмотать назад и сделать принт-скрин этого слайда, чтобы смотреть, что мы будем делать сейчас у нас здесь на компьютере. Кроме того, я могу заговариваться, слишком одинаково эти файлы называются все, но я могу немножечко путаться, когда говорю, вы меня за это заранее простите. Значит, вы видите, я вошел в систему от обычного пользователя, не от суперпользователя, перейду в нашу папочку .etc. Да, она у нас корневая, поэтому вначале нужно поставить слэш. Так он у меня искал в моей домашней папке папку .etc, само собой он там ничего не нашел. И посмотрим, что в ней есть. Запустим с ключом "-a", то есть перечень всего, чтобы увидеть скрытые файлы и папки. Только поставил Ubuntu, уже есть обновление. Так, здесь у нас, обращайте внимание на слайд, он должен быть в самом верху слайда "-etc-профиль", глобальный файл-профиль. Ищем его, lmnop-профиль. Вот он, глобальный файл. Давайте на него поглядим. Cut. Profile. У нас сейчас большинство файлов будут содержать себе вот такой вот код шелловский. Его понимать нам на данном этапе, опять же, не обязательно. Это уже в следующих ступенях Linux, надо хоть как-то разбираться, что здесь написано. Мы с вами должны, единственное, что понять, то, что он у нас грузит файл .etc.bash.rc. Повторюсь, в некоторых дистрибутивах это бывает просто файл .etc.bash.rc. И затем он выполняет из папки .etc.profile.d все скрипты шелловские. То есть, видите, звездочка .shell. То есть, в принципе, два действия у него, и все это, в принципе, написано в комментариях. Разобрались. Давайте посмотрим, что это за файл .etc.bash.rc, из которого он все это грузит. Cut.bash.bash.rc. Смотрите на слайды, чтобы не запутаться, а лучше пересмотрите несколько раз. Значит, опять же, вот такой долгий, видите, длинный файл .bash.rc. Он определяет поведение командной строки. Напоминаю, он у нас отвечает за глобальный профиль пользователей. То есть, все, что здесь указано, справедливо для всех пользователей. По этому файлу есть хороший мануал. Я вам, наверное, на YouTube тоже внизу сейчас в описании добавлю ссылочку. Значит, что делает у нас этот гигантский файл. Я так конкретно сейчас по нему бегать не буду. Он у нас запускает различные псевдонимы и глобальные функции. То есть, различные настройки для всех пользователей. Что такое псевдонимы и функции, тоже разбираем в ближайшее время. Не страшно, что это выглядит как ересь. Я вам объяснил, для чего этот файл нужен. Тут же у нас, напоминаю, в папочке etc есть папка профиль.d. Вот она. В ней, напоминаю, могут находиться различные скрипты. И эти скрипты будут запускаться. Значит, давайте поглядим. профиль.d. Что есть в этой папке? Вы видите, есть три некоторых скрипта. Мы можем, конечно, посмотреть на любой из этих скриптов. Там будет, опять же, для нас что-нибудь непонятное написано на шеллском языке. Например, давайте глянем какой-нибудь vte shell. Да, он же глубже находится. Мы еще не зашли в эту папочку. В профиль, да? В это e-shell. Вот такой вот некий загадочный скрипт. Вот такой вот сложный. Тут наверху должно быть описание, что это такое. Вообще, вы видите, он тут разбирается с тем, какая у нас оболочка. Bash или z-shell, или, может быть, вообще не интерактивный shell и так далее. То есть некий скрипт, который отрабатывает при запуске оболочки. Опять же, глубже мы пока не лезем. Давайте теперь пойдем в нашу домашнюю папку. Бежим по слайду. Напоминаю, с верхней частью слайда и с правой частью слайда мы разобрались. Теперь разберемся с сирененькими кусочками, с тем, что есть у нас в нашей домашней папке. А в домашней папке у нас лежат настройки конкретно того пользователя, который в данный момент работает в оболочке. Тот, который запустил оболочку. Значит, чтобы перейти, мы можем написать CD, Home User и так далее. Ну, даже в моем случае CD, Home, SEMAEV. А можем поставить ту самую тильду, которая у нас на букве Y находится. И вот мы находимся сразу в моей домашней папке. Home, SEMAEV. Можем напечатать рабочую нашу директорию и убедиться, что это она. Вот мы в ней находимся. Запускаем ls-i. И опять видим скрытые файлы. Напоминаю, значит, у нас, если посмотрите вы по слайду, ищет сначала bash нижнее подчеркивание профиль. Такого файла нету. Затем bash нижнее подчеркивание логин. Такого у нас тоже нету. И затем уже ищет у нас точка профиля. Точка профиль. Файл у нас есть. Вот он. И этот файл будет содержать в себе настройки конкретного нашего пользователя. Давайте поглядим, что у нас в этом файле есть. Cut. Думал я, может быть, экран почистить. Но не буду. Профиль. Видите, здесь у нас ничего особенного такого нету. Тут опять есть несколько переменных. Но суть в том, что этот файл просто ссылит на файл bash.rc. Это особенность Ubuntu. То есть в Ubuntu у нас есть файл bash.rc. И в нем хранятся все настройки. Так что давайте поглядим на этот файл bash.rc. Вот он у нас. В этой же папке. В домашней папке пользователя. Глянем на него. Cut.bash.rc. Много у нас башей. Тут уже немножко по понятию. Но тоже очень много кода, который вы можете сходу не понять. Но это уже настройки нашего конкретного пользователя. Значит, давайте так просто поглядим с вами. Мы здесь, по-моему, что-то с вами уже меняли. Настройки для конкретной оболочки, для конкретного пользователя. Что-то касается файла истории. Настройки этого файла истории. Сколько размер его и так далее. Как происходит обновление. Ниже должны быть у нас различные, вот видите, псевдонимы обозначены. Настройки цветовые наши оболочки и так далее. Тут много чего интересного. Немного глубже залезем сюда попозже. То есть, посмотрели. Все настройки нашего пользователя лежат в этом файле. .bash.rc. На этот файл ссылит у нас файл .profil. И тут же давайте... Давайте я уже почищу экран. Ls-a. Есть тот самый файл bash.logout, о котором я говорил. Из этого файла берутся настройки при выходе пользователя из системы. Давайте глянем этот файл. Раз уж мы тут... Тут ничего особенного. Просто для повышения, вы видите, безопасности. Когда у нас кто-то выходит, консоль очищается. То есть, просто происходит очистка консоли. Вот такой вот скриптик простой на логаут. Со слайдом предыдущим, со структурой всей вот этих вот наших папок и файлов мы разобрались. В десятый раз скажу то, что есть у нас настройки глобальные для всех пользователей и настройки для конкретного пользователя. Для конкретного пользователя все настройки лежат в его конкретной домашней папке. И давайте у нас есть еще немножко времени. Разберемся с тем, как у нас создаются структуры папок для каждого нового пользователя. У нас есть как раз такая задача управления структурой каталогов для новых пользователей. И мы успеваем это сейчас посмотреть. Слайдик у меня на эту тему нет. Давайте я снова чищу экран. Есть у нас такая папка в папке ETC, которая называется Scale. Я так подозреваю, что это от скелетон, от скелета, от структуры. Давайте мы в нее глянем. И вы видите, здесь у нас есть по умолчанию несколько файлов. В этой папке содержится все то, что будет добавляться в домашнюю папку пользователя. То есть каждый новый пользователь, который будет создан, он будет брать все, что находится в этой папке. То есть по умолчанию у нас для каждого нового пользователя, вы видите, есть файл профиль наш с его настроечками. Этот файл профиль ссылит на настройки bash.rc, в котором действительно лежат все настройки в Ubuntu. И есть файлик bash.logout. То есть настройка очистки консоли при выходе из системы. Если мы хотим, допустим, что-то напихать пользователю на его рабочий стол. Напомню, если мы сейчас зайдем ко мне в домашнюю папку. У меня есть вот такие вот папочки в ней. Рабочий стол, музыка, документы, картинки и так далее. Так вот, если мы хотим, чтобы у каждого нового пользователя на рабочем столе появился, например, какой-нибудь текст. Тогда мы создадим в той же папочке etc. scale. Мы должны создать с вами такую папку mkdir. Если я хочу, чтобы у нас на рабочем столе что-то появилось, мне нужно создать в папке scale папку desktop. Да, само собой, мне нужно для этого права суперпользователя. Я не могу обычным пользователем сейчас взять и поменять структуру для всех будущих пользователей. Проверяем. Появилась папочка desktop. И в эту папочку desktop можно положить какой-нибудь файл. Например, давайте, ну не знаю, v. Опять же, мне нужны права суперпользователя, само собой. Я работаю с такой серьезной папкой. Desktop. И на рабочем столе какой-нибудь readme. Давайте ладно, раз мы капсом пишем, вот так вот. И что-нибудь v. v мы уже с вами разбирали в прошлом плейлисте, который мы с вами успешно завершили. Так что я сейчас не буду так каждую команду комментировать. Что-нибудь, какой-нибудь, не знаю. Escape.zz. Вот такой вот файлик у меня получился. И теперь что будет происходить. Когда новый пользователь будет создаваться и входить в систему, он будет забирать из этой папки etc.scale все, что там есть. И он видит то, что там помимо вот этих всех файлов, которые он положит себе в корень его домашней папки, есть папочка desktop. И у него уже будет папочка desktop. И тогда он возьмет все, что есть в этой папочке desktop и зальет вот сюда вот к себе в папочку desktop. То есть на его рабочий стол. Винди это тоже все очень легко сделать. Винди для этого есть групповые политики. Мы через групповые политики можем тоже куда угодно все, что угодно положить каждому доменному пользователю. Ярлыки, файлы, ссылки, рабочий стол, на диск C, куда угодно. Здесь у нас вместо групповых политик вот такая вот папочка etc.scale, откуда все будет браться. Итак, мы с вами разобрались, что у нас, где находится и для чего оно нужно. И теперь, чтобы это как-то воспринять, следующее занятие будет посвящено тому, что мы начнем редактировать эти файлы, что-то добавлять, дописывать и смотреть, как это все работает. Спасибо, что смотрите. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше.